Уважаемые друзья, добрый день. Я продолжаю отвечать на письма, которые приходят на адрес нашего служения. Вот такое письмо мы получили недавно. Уважаемый Александр, у меня есть вопрос. Возложение рук служителя — это символическое действие или при этом происходит реальное действие? Если происходит реальное действие, то имеет ли значение духовное состояние человека, который возлагает руки? Имеет ли значение духовное состояние служителя, который возлагает руки? Буду благодарен за ответ. Однозначно я считаю, что через возложение рук происходит определенное действие в духовном мире. Этому есть подтверждение. И разумеется, я это говорю с оговоркой, что человек, возлагающий руки, действует по воле Божией. Да, да, человек всего лишь проводник, человек не источник. В этом случае это не человек играет ключевую роль, а Бог, который через человека совершает определенные действия. Но все-таки через человека. Все-таки Бог пользуется человеком. Я хочу предложить вам несколько текстов, прежде чем мы сделаем выводы. Первое Тимофею 4.14. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. То есть Павел пишет Тимофею, что в тебе есть дары духовные, которые тебе даны, а точнее переданы, я бы осмелился так сказать, посредством возложения рук священства. То есть каким-то образом Бог посчитал нужным через возложение рук передать эти духовные дарования. Получается, дарования духовные, получается, что это дары Духа Святого. Это же не дары апостола Павла. Это же не просто речь идет о способностях Тимофея. Речь идет о конкретных духовных дарах, которые каким-то образом начали проявляться в жизни Тимофея после этой молитвы. То есть эта молитва сопровождалась в физическом мире просто возложением рук, а в духовном мире она сопроводилась наличием или проявлением определенных духовных даров в жизни Тимофея. Это очень серьезно. Очень серьезно. До этого момента у Тимофея не проявлялись эти духовные дары. Еще дальше. Деяние апостола 8.18. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой. Принес им деньги. Что увидел Симон? Он увидел, что апостолы возлагали руки и сходил Дух Святой. В русском синодальном подается Дух Святой. Опять модель или формула та же самая. Это не апостолы являются источником, и у них этот вот Дух Святой, и они на свое усмотрение раздают Духа Святого людям. Именно в этом и состояла ошибка Симона. Он подумал, что с апостолами надо договариваться. Он принес им деньги. Это очень ошибочный взгляд. Господь, искрестящий Духом Святым, но почему-то Господь употребляет людей и считает допустимым, может быть, даже важным, чтобы люди, в этом случае апостолы, возлагали руки. И посредством, через возложение рук, в духовном мире происходят важные события. Дух Святой действительно, Божий вечный Святой Дух сходит на обычных людей. Но происходит это через возложение рук. Поэтому в духовном мире это сопровождается определенными действиями. Или, скажем, когда Самуил вылил рог с елеем на Давида. Помните этот момент, да? Вот как это описано в 1-й книге Царств 16-13. Взял Самуил рог с елеем и помазал его, то есть Давида, среди братьев его, и почивал Дух Господен на Давиде с того дня и после. То есть, вот это елее помазание, которое в физическом мире сопроводилось тем, что пророк просто вылил на него масло, а в духовном мире сопроводилось с ошествием Духа Святого на Давида. И я думаю, что если бы мы сейчас расспрашивали Давида, он бы очень понятно нам объяснил, что с этого дня я переживал особое состояние, на меня действительно сошел Дух Святой. Но опять же, пророк Самуил туда пришел не по своей воле, не потому что это его родственник или фаворит пророка Самуила, он пришел туда по воле Господа, по повелению Господню. Это Господь выбрал Давида. Но тот же вывод. Несмотря на то, что Бог суверенно выбрал Давида, он туда послал пророка и сказал вот этого человека, ты помажь мне, чтобы он был царем над Израилем. При этом всем есть предупреждение не торопиться возлагать руки на всех подряд или подставлять голову под руки всех подряд. Человек всего лишь проводник силы Божьей, а не источник силы Божьей. Это сила Божья, это дары Божьи, это помазание Божье, это содействие Божье. А человек всего лишь проводник этой силы. Поэтому в первом послании Тимофея 5.22 написано, «Рук ни на кого не возлагай поспешно». Это апостол Павел уже советует Тимофею. Первый текст мы прочитали, когда на Тимофея Павел возлагал руки, или священство возлагало руки, а здесь он уже Тимофея учит. «Ты, Тимофея, не спеши на всех подряд возлагать руки, не делайся участником в чужих грехах». Поэтому здесь как бы монета с двух сторон. С одной стороны, человек, на которого возлагают руки, так или иначе имеет дело с Богом. С Богом. И я не думаю, что этому человеку угрожает принять какое-то неправильное помазание или неправильный какой-то дух на него сойдет. Если этот человек искренен, если этот человек молится Богу, и если этот человек послушен Богу, ему вряд ли это угрожает. Он защищен Богом, даже если он подставит голову под неправильные руки. Не думаю, что это угрожает его духовному здоровью. Но если человек младенец, неразборчив, если человек очень падок на всякие такие духовные странные проявления, бегает и открывает свой внутренний мир для всего нового, для всяких впечатлений, конечно, он может попасть в проблему. Конечно, он может попасть в проблему. Главный вывод — мы имеем дело с Богом. Не надо бегать за помазанниками. Почему? Потому что помазанники не являются источником мудрости, силы, славы. Они всего лишь проводники. Потому что человек, который это хорошо понимает, он не будет бегать за людьми. Если Бог посчитает нужным, то Бог в вашу жизнь пошлет человека. По своему повелению тот человек положит на вас руки и благословит вас. Но самим бегать — это плохая привычка. На мой взгляд, это плохая привычка. Вокруг нас очень много таких в кавычках помазанников манипулирует сознанием людей, делает людей зависимыми от их конференций, от их силы, от их помазания, от их даров. Я не сторонник этого. Я считаю, что мы должны следовать за Господом и не бегать от конференций к конференции. Пусть Бог сохранит нас всех, умудрит нас всех и доведет до вечной жизни. Храни вас Господь. Храни вас Господь.